Привет! Сегодня четверг, а это означает, что новая серия проекта гонки говно, где мы строим тачки и показываем гоночную движуху уже на канале. И сегодня мы покажем тебе мой Сивик. Друзья, пока наш проектный Сивик ждет запчастей, чтобы мы могли его дособирать и собрать это все в кучу в одну большую серию для того, чтобы показать вам, мы начнем с моего Сивика. Потому что неоднократно в комментариях вы спрашивали, что, как и почему, как любит говорить Вадим. Вот он! Мы встретили нашего подписчика. Расскажите, что вы думаете об этом автомобиле? Очень прекрасный автомобиль. Это Volkswagen. Да, Volkswagen, все правильно. Потому что я даже не видел номера. Ну, номера из бэушной здесь. Ну, какая вам разница? Ну, да, без разницы. Она спортивная. Да. Он подготовлен специально для дисциплины тайм-атак. И что же в нем, сейчас я вам расскажу. Начнем с внешней его части. В принципе, автомобиль достаточно в стоковом состоянии. Единственное, для вентиляции и лучшего охлаждения радиатора были просверлены вот эти вот отверстия. Они, кстати, рабочие. Не надо говорить, что это какой-то тампонт или так далее. Они работают. Установлен пластиковый капот, который... Охуенный. Установлен пластиковый капот из стекловолокна. По сравнению со стоковым капотом, разница просто раз в пять, наверное, по весу. Если стоковый весит порядка 12 килограмм, этот килограмма три. Но я ни хуя в этих цифрах не уверен, поэтому, наверное, он весит ни хуя. Что-нибудь будет. Окей, дальше. И для того, чтобы этот пластиковый капот не улетел в BMW, который вы обгоняете, он закреплен специальными... Он закреплен гоночными замками. Заебись. С другой стороны, вы можете увидеть, что капот немного выпирает. Неоднократно на светофорах ко мне подъезжали, говорили, что у меня капот открыт. Но это все проставки. Проставки не просто так здесь. Это не, опять же, не простой понт с Алиэкспресса. Это то, что позволяет горячему воздуху покидать подкапотное пространство. Одной из составляющих этого Сиука являются стяжки. Они здесь просто везде, но я не вижу. И, как видите, бампер передний также на быстросъемниках и на этих стяжках. Не просто так это сделано, потому что машина буксируется на длинное расстояние, она не ездит своим ходом. Она цепляется жесткой сцепкой за мой джит и таким образом мы его транспортируем. По стайлингу, что мы сделали с передними крыльями? Стильнинг, префикс. Понятное дело, мы вначале поставили китайские передние крылья, потому что оригинальные сгнили нахер. Далее я взял в руки болтарку и отпиздячил просто кусок фендера. Загнул его и получил фендер-катаут. И мне не надо 350 баксов подавать какому-то китайцу за этот девайс. Молодец. Настоящий мужчина. Спойлер-спун. Сзади пластиковая ляда. И, как говорит Вадим, должно снаружи как-то открываться. Сзади у нас точно так же просверлено, как спереди, вентиляционное отверстие. Но в данном случае это не для того, чтобы охлаждать что-то. А для того, чтобы не создавался воздушный мешок сзади автомобиля под бампером. Открой капот, посмотрим. Да. У тебя есть там двигатель хотя бы? Нет. У тебя двигателя нет, а ты электродветер. Да? Нихуя себе. По мотору. Это, собственно, тот же блок 1.5, который ставился здесь с завода. На стандартных поршнях. Д15Б3 поршни и блок. Накрыто это все головой. Д16Й8. Это с одновального втекового двигателя. 1.6, если вам интересно, если вы понимаете в этом что-то. Распредвал Комкэмс. В прошлом году я сюда набросил. Разрезная шестерня. Немного доработана голова. Снята с нее плоскость, достаточно немало мяса снято было для того, чтобы добиться высокой степени. А как вы знаете, чем выше степень, тем больше мощность. Также, чем выше степень, тем ниже у вас детонационная стойкость. Соответственно, автомобиль ездит на спиртовом топливе. Вот это заебись. Форсунки у нас здесь от К24-го мотора. И впуск, который мы привыкли называть член кита, Симота. Кстати, эта штука, проверяли мы на стенде, дает порядка 4 лошадиных сил. Как бы странно это ни звучало. Сколько у вас передач вперед-назад? 16 вперед, 3 назад. Это неправильно. Правильно. Ну, Виндизель так сказал надо делать. Этого не может быть. Ну, Виндизель сказал так. Коробка от 1.3 двигателя. Главная пара 4.4. Третья, четвертая у нас сближенная от CRX. И в этом сезоне мы установили блокировку M-Factory. Это блокировка не дисковая. Это блокировка червячного типа. Что, в принципе, для асфальта должно нам хватить. Портинг ГБЦ, выпуск, впуск и все. Да, это все. Это все. Убрал лишний вес в виде гидроусилителя руля. В виде всяких там усилителей и так далее, и тому подобное. И все. На данный момент двигатель развивает невероятных, неизвестно сколько лошадиных сил, потому что мы не померили. Но прошлая конфигурация двигателя такая же, как мы собираем Денису. Настолько вам распредвали, составила у нас порядка 150 лошадиных сил, что мы мерили на стенде. Здесь я рассчитываю, что должно быть порядка 160-165 лошадиных сил. Достаточно бодро автомобиль едет за счет короткой главной пары, за счет низкого веса, который составляет здесь 899,5 килограмм. Но если пропылесосить, я думаю, можно снять еще пару килограмм. Рассказывать о своих эмоциях за рулем этого автомобиля я могу только кусочками. Кусочками, когда мы стоим на светофорах. Потому что, когда мы не стоим на светофорах, получается кое-что другое. По салону, помните, что я говорил про тот Civic? Описание у нас опять же будет где-то вот здесь прикреплено. И вы можете посмотреть ту серию с нашим проектным Civic. В салоне здесь есть ровно столько же. Даже, наверное, чуть меньше, чем в том. Но изначально с завода здесь были электрозеркала, которые заменили на спуновские без регулировок. Почему? Потому что вес. В них ни черта не видно, но зато они весят ничего. Руль. Слайд. Переходник под руль. И регулятор вылета руля. Очень важная штука, потому что я длиннорукий рукожоп. И мне неудобно ездить со стандартным вылетом. Как и проектный Civic, этот Civic встречает нас с невероятной роскошью. У нас есть здесь... Нету зеркала. Есть зеркало. У нас есть два зеркала, в отличие от того Civic. У нас есть спуновский набалдашник, а не дилда с пузырями. У Тимати Влада седан такой же. У нас нет ручника, у нас нет магнитофона, у нас нет колонок, у нас нет ковра. У нас нет салона сзади. Ну, по минимуму в тачке оставлено, конечно, пластик. По регламенту должен быть передние двери, потолок. Я бы, наверное, его снял. Но Вадиму очень нравится. Он говорит, легко моется и как занавеска. Собственно, все. Нихуя вы больше не получаете. Заново поехали. Нихера здесь больше нет. И это классно, потому что все это вес. Все это лишнее. Если у вас Civic есть электропотогрев сиеней, электрозеркала, электростеклоподъемники, вы все это берете. И на Redliners. На барахулочку. Все, продаете и на эти деньги покупаете себе новые ништяки. И если вы думаете, это так просто сделать обзор на Civic, сесть на нем и поотваливать, то для того, чтобы на нем поотваливать, с учетом того, что мотор был собран 3 дня назад, нужно сделать это. Это пиздец. Продолжение следует... Я бы с радостью вам рассказал о своих эмоциях за рулем и рассказал о том, что вас тут окружает и как машина ведет себя. Но вряд ли это получится, потому что сейчас будет очень громко. Вы постоянно начинаете на нем наваливать, постоянно искать втек, искать каких-то жертв, с кем вы можете понаваливать. Но мы, автоспортсмены, не делаем это в городе. Мы делаем это только на специально подготовленных трассах. И все, что вы видите, это все монтаж и вырезки из фильма «Форсаж 11». По подвеске. Здесь установлены кайловеры «Макс Педин Рос», 24 регулировки жесткости, отдельно регулируется при натяг, отдельно клиренс за счет чашки. Максимально комфортная подвеска, выкрученная в самое жесткое положение, и мы ни хера не прыгаем, когда едем по городу. Для старта этих кайлов за глаза. Если вы хотите заниматься стенсом, хуенцем и тому подобное, вообще супер. Для кольца, в принципе, на первых порах пойдет. Потом посмотрите что-то более жесткое. Далее, по тормозам. Передние тормоза «Аккорд 2.4 Type-S». Машинки у нас 300-ый, 280-ый диск от 2-литрового уже «Аккорда». Сзади стоковые дисковые тормоза. И на машинках от «Хонды Джаз». Вся подвеска собрана на поле «Аритане» Energy Suspension, за исключением задних рычагов. Здесь они алюминиевые и идут уже со своими сайлентблоками. Передний стабилизатор, задний стабилизатор, две распорки, передние и задние. Собственно, и все. По ходовке все доработки закончились. Ладно, короче, давайте ближе к делу. У нас есть драги, и мы сейчас будем мерить динамику разгона этого автомобиля до 100 км в час и попробуем где-то найти 402 метра асфальта. Что, какие цифры мы имеем? 0,100, 6,85. Сейчас попробуем прогреть резину. Я думаю, должно быть лучше. Поехали. Айфончик улетел. Но! 6,77. Зацепились! Зацепились! И что же, что же, что же мы имеем? Ну, 6,59. У-ху-ху! 6,59! Полтора литра! У-у-у! 93 лошадиные силы! 6,59! 6,59! Север жжет! Неплохо! 6,59! 6,59! 6,59! 93 лошадиных силы! ДТП сними! Дрифтував пососать их, ДТП! Дрифтував пососать их, кажется. Смотрите, мастер парковки. Хорошо. Ну что, мы только что съехали с Raceway, где нам удалось замерить динамику от 0 до 100 км в час этого автомобиля. И мы получили результатов три хороших результата. 6,77, 6,58 даже был и 6,70, там еще с чем-то. То есть, в среднее 6,7 секунд автомобиль едет. Достаточно неплохо, с учетом того, что у нас перекачанный, лысый, старый Федерал. И очень мало зацепа. То есть, мы очень-очень долго буксуем. Я думаю, если мы накинем резину немножко получше и спустим давление, то стабильно 6,6-6,5 мы сможем поехать. Напишите в комментариях, как это? Быстро, нет? Для 1,5 мотора. Одновального 1,5 мотора. Собранного просто из мусорки. Ну и, собственно, вот она, простая конфигурация автомобиля, которая позволит вам ехать быстро и добиваться хороших результатов. Ведь у меня же получилось. За последние три года я собрал порядка трех или четырех десятков кубков. Поэтому тренируйтесь, собирайте правильную машину. И еще одна инструкция будет у нас в следующих видео с нашим проектным Civic. Подпишись на канал. Смотрите. Мы инстаграм оставим в описании. Что граммы? Не, ни в коем случае. Без 100 грамм. Продолжим подводить итоги. Автомобиль максимально некомфортен в городе. Автомобиль, который будет вас раздражать. У вас будет течь кровь из ушей. Ну, это все такой кайф. Такой кайф, когда вы садитесь за руль этого болида. Не побоюсь этого слова. Потому что болит очень, когда в нем сидишь. И вы езжайте на гоночный трек. Вот там он раскрывается по полной программе. В городе, конечно, вы будете страдать. Но вас будет умилять взгляды прохожих, которые будут показывать вам большой палец. Которые будут вам хлопать, аплодировать, как вот этот вот наш подписчик, который мы недавно встретили. Тачка максимально эмоциональная. Тачка максимально кайфовая. Дарит вам эмоции. Кайф, задор, адреналин. Ничего не сравнится с этим. Если вы скажете, что есть лучше тачка, чем Civic. Возможно, вы будете правы. Но в этом бюджете, я вам скажу, ничего подобного не сравнится. Я вас уважаю, люблю. Спасибо. Целую. Десно целовать не нужно. Не надо. Это к БМВ, это к БМВистам. Это, да, к этим ненародным. Да, на БМВ, которые ездят. Больные. Ты снимаешь? Завелись. Скажите, а почему гонки говно? А почему гонки говно? Вы что? Я против этого. Гонки есть гонки. Если вы на гонках участвуете, вы должны быть победителем. Согласен. Спасибо. Подведем итоги. 6,7 секунд до 100 км в час. Быстро это или нет? Пишите свои мнения в комментариях. А я скажу, что Civic нам в очередной раз доказал, что для того, чтобы быть быстрым, не обязательно иметь огромный мотор, большие турбины и так далее. Иногда достаточно просто малого веса и тренировки. И если ты хочешь иметь возможность бесплатных тренировок на чайке каждую неделю, то все подробности, как это все получить, будут в описании под этим видео. А с вами был Артем. Проект гонки говно от Dreamcar и Stage 7 Shop. До следующего четверга. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok